Задуманное изобретение, совместный труд Дзержинского модельера и знаменитого павловского миниатюриста Павла Куликова. Умелец вспоминает, что разбирать часы он начал еще в 14 лет. Город металистов, так называют Павлова в народе, родина уникальных мастеров. Павлу было у кого поучиться. Мужские часы, Киевская Русь пока в разобранном виде. Стекло и корпус делают в гусс-хрустальном, механизм в Санкт-Петербурге, а циферблатом занялся павловский левша. К работе с микроскопическими формами Павлу не привыкать. И подкованная блоха, и филигранные ножи в 5 мм – его рук дело. Но эти часы, признается Дока, историческое явление. Четыре сектора, четыре часовые стрелки и два диска для отсчета минут. С четырех углов стрелки не так традиционно по кругу у нас время мы привыкли по солнышку. Это, видимо, задумка автора такая. С четырех направлений стрелки ходят взад-перед, меняют положение. И так по кругу – это сложный механизм. В наручных часах практически все промыслы региона – из десяток сложнейших техник. Это и вышивка шелком, и резьба по кости, и мозаика. Основной замысел – передать в отдельно взятых часах течение жизни Древней Руси. Поэтому на секторах сюжеты из Евангелия, повести временных лет, а вместо арабских или римских цифр – славянские буквицы. Часы будут заводиться специальным ключом. Самое главное – сделать их функциональными, ведь их в будущем будет кто-то носить. Самое главное – не переборщить. Ведь художник любой в картине считается вовремя становиться. Художник ведь так говорят между собой. Живописцы вот особенно. Только в следующем году все части украшения займут свои места. После премьеры Киевская Русь поедет на ювелирно-часовые выставки в Германию и Швейцарию.